Привет, друзья! Давайте вспомним с вами основные классы неорганических соединений. Я для вас подготовила таблицу неорганических вещества. Прежде всего, нужно вспомнить, что у нас неорганические вещества бывают простые и сложные. Простые вещества – это вещества, которые состоят из атомов одного вида. Простые у нас бывают металлы и неметаллы. Сложные вещества. Мы делим на кислоты, соли, основания и оксиды. Начнем с кислот. Кислоты – это такие соединения, где у нас на первом месте стоит водород, на втором – группа атомов, которая называется кислотным остатком. Кислоты бывают одноосновные, когда у нас один атом водорода в составе кислоты, двухосновные, когда два атома водорода, трехосновные, когда три атома водорода. Вот эта группа атомов, которая стоит после водорода в кислоте, называется кислотным остатком. И валентность кислотного остатка равна числу атомов водорода, с которыми этот кислотный остаток связан. Так, например, ваш хлор, валентность кислотного остатка хлора – 1, ваш 3ПО4, валентность кислотного остатка ПО4 будет 3. Второй класс неорганических соединений – это основания. Основания являются антагонистами кислот. Кислота плюс основания образуют соль и воду. Это реакция нейтрализации. Просто напоминаю. Так вот, основания у нас на первом месте – металл стоит, на втором – гидроксильная группа OH. При этом нужно запомнить, что валентность гидроксильной группы OH всегда единица. Поэтому, если мы составляем формулу основания, где у нас, к примеру, трехвалентный металл, мы гидроксильную группу берем в скобки и за скобками ставим троечку. Основания щелочных и щелочноземельных металлов мы называем щелочами. Натрий OH – щелочь, калий OH – щелочь, кальций OH дважды – щелочь, барий OH дважды – щелочь. Алюминий OH трижды, хром OH трижды – это нерастворимые основания. И при нагревании они раскладываются на соответствующий оксид и воду. Также они являются амфотерными основаниями, которые проявляют двойственность, двойственные свойства. Далее, следующий класс неорганических соединений – это соли. Соли – это продукты замещения водорода в кислоте на металл. Вот если мы здесь ваш хлор, водород заместим на кальций, то у нас получится средняя соль, кальций, хлор 2. Почему именно такая формула? Потому что кальций двухвалентный, кислотный остаток, хлор – одновалентный. Поэтому мы пишем именно такую формулу. Соли у нас бывают средние, такие как кальций, хлор 2 или алюминий, НО трижды. Так и кислые соли и основные соли. Следующий класс неорганических соединений – это оксиды. Оксиды бывают у нас кислотные, основные, амфотерные и несолеобразующие. Нужно запомнить, что несолеобразующие оксиды – это СО, НО, Н2О. Такой вопрос про несолеобразующие оксиды часто попадается на экзаменах. Кислотные оксиды – это оксиды не металлов. С водой они образуют соответствующую кислоту. Исключение – СО2 с водой не дает нам кремниевую кислоту. Например, СО2 является кислотным оксидом, оксид кремния, но с водой в реакцию не вступает. Вот здесь вам напишу – СО2 плюс H2O. В реакции не идет. Основные оксиды – это оксиды металлов. И им соответствуют основания. И есть еще группа оксидов, называемая амфотерными, которые проявляют двойственные свойства. Это тоже оксиды металлов. Двойственность их заключается в том, что они могут растворяться как в кислотах, так и в щелочах. На этом все. Если есть вопросы, пишите, я отвечу. Продолжение следует...